Всем привет, вы на канале Суперкит. Товарищ решил купить новый комп. Не новый, в смысле на замену старому, а просто еще один, чтобы установить его у родителей. Естественно, бывая у них и самому им пользоваться. Поскольку игры это его неотъемлемое времяпрепровождение, то упор был в это и в бюджет. Выделено для этого было 15 тысяч гривен. Плюс вот такая видеокарта. Это Radeon R9 270X. Видяха вытащена из другого его компа, куда была вставлена более мощная. Итак, на что же были потрачены деньги? В прошлом видео был показан 24-дюймовый монитор. Его цена была 3109 гривен. После его покупки осталось около 12 тысяч гривен. В позапрошлом видео был обзор винчестера, который будет здесь выполнять свою роль. Далее были куплены материнская плата. Принципиально рассматривался вариант с охлаждением на цепи питания, а также с более-менее нормальным радиатором на мосте, а не с унылой пластинкой в 2 грамма. Так как все это точно греется, поэтому было решено на этом не экономить. Проц Райзен 2200G. Это процессор с четырьмя ядрами по 3.5 ГГц каждая. Память две планки по 8 ГБ DDR4 2666 МГц. Блок питания на 700 Вт. Видеокарта в пике требует блок питания до 550 Вт. Несмотря на то, что проц относительно холодный с ТДП лишь 65 Вт, и что в комплекте есть боксовый радиатор, была куплена система охлаждения для процца Deepcool Gamax 300. Его плюсом является, что он крепится без дополнительного бэкплейта, просто устанавливается по типу штатного боксового радиатора. Это удобно. Вентилятор для корпуса 120 мм Deepcool X-Fan 120. Таких у меня уже было много куплено. Правда большинство не для компа. Но все же я доволен ими. Две зимы они уже отработали. Немного стал шуметь, а конкретно постукивать один из них. Я смазал его и вроде бы пока опять все норм. Собственно сам корпус GameMax. Корпус вроде как небольшой, по крайней мере визуально. Но за счет того, что внутри минимум места под винчестерой, образуется полость в этом месте, куда и помещается видеокарта, максимальная длина которой может сюда вместиться 35 см. В данном случае видяха будет 32 см. Пустой корпус не тяжелый. Это отлично для транспортировки, которая после сборки предстоит этому компу. Вообще, если честно, я не очень понимаю, когда говорят про корпус якобы из фольги, с тонкими стенками и все такое. Вы собрали комп, поставили под стол или на стол и все. Так зачем нужен корпус со стенками как у сейфа и весом до 10 кг? Вы же не ногами его пинать будете на поражение. Такой Wi-Fi адаптер покупаю уже второй раз. Нужен он для беспроводного решения вопроса инета. Комп будет находиться в частном доме, в котором все равно будет каким-то из способов, либо с телефона, либо через связку 3G модема и роутера, раздаваться мобильный интернет. Так что как-то его нужно будет ловить. Эта беспроводная сетевая себя уже неплохо зарекомендовала. Первый такой экземпляр я купил год назад для другого компьютера и также в отдельном видео, кому интересно, делал тест данного USB устройства. Поэтому я не стал испытывать судьбу и купил такую штуку вновь. Кстати да, все это покупалось 2 месяца назад и за эти пару месяцев на все цена поменялась. Более того, на некоторые комплектующие вполне заметно. Например память стала дешевле на 300 гривен за планку. Материнка упала в цене на 400 гривен. Зато винт подорожал на 100 гривен, блок питания на 200 гривен, а все остальное осталось в пределах своей цены. Таким образом, эта комплектация сейчас в том же магазине стоит где-то на 700 гривен дешевле. Но кто же знал. По факту это целый SSD на 120 гигабайт. С другой стороны, компом на момент выхода видео уже активно пользуется 2 месяца. Таким образом, он был куплен раньше не совсем просто так. В общем-то, все на месте, можно приступать к сборке. Предлагаю начать с проца. Следующий заходит память. А потом и радиатор на проце. Теперь к корпусу. Здесь есть специальные места для фиксации кабеля. Всем этим я воспользуюсь для упорядочивания и прокладывания проводов. Все готово для крепления собранного ранее комплекта в корпус. Продолжение следует... Продолжение следует... Что заносится... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот и все, сборка завершена. Можно и включать уже. Предлагаю начать с BIOS, интересно посмотреть на инфу, которая в нем доступна, да и сам BIOS интересен тоже. Кстати, касательно шума, сразу кидается работа вентиляторов от видяхи. Других вентиляторов практически не слышно. Можно видеть всю инфу о начинке компа. Проц, его частоту, память. Температура процесса в простой 28 градусов. Установив винду, обязательно посмотрим в нагрузки. Сейчас же, поскольку нагрузки нет и температуры не высоки, можно видеть, что обороты ниже тысячи, как на корпусном, так и на процессорном вентиляторе. На корпусном вентиляторе видно напряжение, которое на него подается, 7,2 вольта, из 12. Это и дает возможность тихой работы. Установив винду, нужно установить и драйверы. Сейчас комп не подключен к инету, да и искать я ничего не хочу, тем более, что в комплекте есть диск, на котором есть все, что нужно. А качать и искать буду дольше, чем устанавливать с диска. Таким образом, воспользуюсь своим внешним DVD-приводом, который собран из кармана и DVD-привода от ноута. Видео об этом также было на канале. Установка ПО и дров выполнена. Можно посмотреть немного на внутренности компа изнутри. Инфа про проц в CPU-Z. От Аиды хочу получить какой-нибудь тест на оценку производительности проца и с помощью нагрузки погреть проц, чтобы посмотреть до какой температуры он нагреется. В CPU Queen проц набрал 31000 баллов. Нагрелся проц до 58 градусов. Видя рост температуры, система ускорила работу вентиляторов и рост прекратился на 58 градусах. Более того, 3 градуса были отыграны и температура проца под нагрузкой установилась около 55 градусов. Не знаю, много это или мало в смысле логики. С одной стороны 55 градусов это немного под нагрузкой, с другой проц здесь с ТДП 65 Вт. А система охлаждения Гаммакс 300 обещает справиться с процами с ТДП до 130 Вт. Какая же будет температура, если такой охлад поставить на тот же FX8350? Например, мой залман Перформа на FX4100, который будет погорячее данного райзена, выше 50 градусов с залманом не уходил в таком же тесте. А FX8350 был около 60 градусов с залманом. При этом по теплоотводу указанные радиаторы одинаковы. Поэтому я и выразил мысль о том, много это или мало 55 градусов сейчас под нагрузкой. Ну да ладно, поскольку все-таки это все покупалось под данный проц, то результат действительно неплох. Тем более, что на самом деле AMD говорят, что проц может достигать до 95 градусов. Также перед тем, как отдам комп, отключу службу, которая отвечает за обновление в ВИН-10. Вот такой комп был собран за имеющиеся финансы. Как и сказал в начале видео, уже два месяца он в работе. Никаких проблем не наблюдается. Футбол на компе смотрится, дела делаются, игры играются. Список игр и настроек сейчас на экране. Разрешение во всех случаях 1920 на 1080. Если есть желание, можете написать, какую конфигурацию собрали бы вы. Учтите бюджет, он был 15 тысяч гривен. Кстати да, человек, которому собран этот комп, не приемлет бы укомплектующий. Так что в данном случае что-то с Алика не вариант. Оставшиеся около 500 гривен будут потрачены на клавомышу, коврик, какие-то колонки. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.